Вейс и Джаз 2016. Международный фестиваль джазовой музыки порадовал десятки саранских меломанов. На 15-м юбилейном концерте было место импровизациям, вокалу и в новой должности Игоря Бутмана. Теперь музыканты с саранском связывают не только джаз, но и футбол. Перед выходом на сцену Игорь Бутман стал послом Саранска на чемпионате мира по футболу 2018 года. Саксофонист рассказал, что футбол его давнее увлечение. И когда-то во время тренировок он даже сломал две берцовых кости. К счастью, это не повлияло на интересы музыканта. До сих пор футбол он очень любит. Почти так же, как и джаз, смеется Бутман. Очень приятно, что именно в момент проведения веселья джаз-фестиваля вся эта церемония происходит. Потому что уже третий год я являюсь художественным курителем фестиваля. И в этот момент получилась такая дружба. Началась такое огромное для меня значение стало приобретать город Сарас, Народове. И вот сейчас такое ответственное дело быть послом. Музыкант подписал соглашение и даже пообещал, что будет проводить вейс и джаз на саранском стадионе. Что до зрителей, так они пока готовы только к форматам филармонии. Желающих послушать джаз было много. Среди них были и те, кто к музыке относится довольно неоднозначно. Когда кто-то приезжает, мне интересно посмотреть, что там, как там оценить и сделать вывод, нравится или не нравится. Я люблю джаз. Полюбил я его, начиная слушать музыку на этом фестивале. В дальнейшем уже разбираюсь, ища музыку в интернете, в каких-то еще других местах. Если джаз на саранском, это праздник, праздник музыки, праздник положительных эмоций. Если вы спрашиваете, что такое джаз, то при любых объяснениях вы никогда этого не поймете. Это не мои слова, но они мне понравились. Джаз дает какой-то диапазон. Не знаю даже, как объяснить. Свободу и диапазон. То есть это всеобъемлемо для фантазии, что ли, или для восприятия. Фантазии и импровизации музыкантов зал воспринял. Только вот для юбилейного события масштаб был маловат. Юбилей справляли в будни и всего два дня. Однако, даже при скромном размахе, музыкантам удалось создать невероятную атмосферу. Тот, кто хотел почувствовать праздник, действительно его почувствовал. Наталья Макшаева, Андрей Просвиркин. Наши новости.